Детское радио представляет Маленькая мышка опять начнет Грызть флянты в отделе редких книг Сима! Мя! Сима! Ты, Остап, а что это такое Роматное лежит у тебя в миске? А можно мне тоже? Разумеется, Сима За этим я тебя и позвал Угощайся Будь каждый день бы такое есть Спасибо тебе, Остап Никогда не ела такой вкусной и свежей ветчины На здоровье, Сима Хотя по поводу свежести этого продукта Я бы выразил сомнение Что? Ты накормил меня мясом, которое испортилось? И что теперь со мной будет? Я ведь теперь, наверное, отравлюсь Ой, у меня уже живот болит Не выдумывай, Сима Эта ветчина превосходна Просто мне вспомнилось, что слово ветчина Произошло от слова ветхие То есть старое Ну вот, кажется, ты опять решил заморочить мне голову И испортить аппетит Ну ладно, раз я уже все равно поела То рассказывай, что там тебе пришло на ум Первоначальная ветчина называлась ветшина То есть старое мясо Потом произношение упростилось И появилась знакомая нам ветчина И все-таки я не понимаю, как такая замечательная, такая розовая, ароматная ветчина Может переводиться как старое мясо? Очень просто Обычно ветчина представляла собой Проросоленный и прокопченый свиной окорок Рецепт его приготовления позволял сохранять этот продукт Дольше, чем мясо сырое Вот и получается, что оно старше сырого Значит, старое А сырое мясо, наверное, тоже как-нибудь необычно называли? Ты абсолютно права, Сима Если старое мясо было ветшина То как могли в древности называть мясо свежее? Какая-нибудь свежина? Умница, конечно. Остап, Остап, а давай договоримся с тетей Зоей, чтобы она каждый день кормила нас вот таким ветхим мясом. Тем более, что и хранится оно дольше свежего. Хорошо, Сима, я поговорю с тетей Зоей. А ты, в свою очередь, обещаешь мне никогда не пробовать на зуб книжные переплеты. Особенно это касается изданий из отдела редких книг. Я обещаю, Остап. Остап.